Шалом! Мы переходим к следующей брахе, называется Чува. Это важнейшая браха. После этой брахе каждый должен себя почувствовать, как будто он заново родился. Мы это поймем сейчас, почему и как это работает. На прошлой брахе мы попросили знания, знания. Теперь мы все такие уже ученые и знатоки, и мы наши знания будем направлять для изучения, постижения вечной мудрости Торы. Есть такой пасук, говорит пророк, такой пасук. Кималя арец даат эсашем. Кимаим леямми хасим. В будущем будет такое состояние, что кималя га арец даат де айташем. Вся земля наполнится знанием о Ашеме. Камаим леямми хасим. Это будет как будто вода, которая покрывает море. Кимаим леямми хасим. Лехасот. Покрывать. На самом деле это время, оно уже ощущается сейчас, что все больше и больше людей приближаются к Ашему, уже нету вода-зара в мире, такой очень сильной. И люди понимают, что есть Ашем. И знание Ашема поднимается, поднимается, как волны, как вода в море. Вся Мальвием так идет пасук. Если посмотрим на карту, любую карту видно на карте, то даже там, где воды океана, под водой есть горы. Это видно на карте. Есть такой рельеф и видно, что под океаном, под морями есть дно, а дно оно не прямое. Там есть тоже рельеф, там есть горы. Кроме того, есть очень много разных животных под водой, но всего этого не видно. Но этот есть. И говорит Мальвием, что вода, она доходит до всех уголков. Все уголков под водой, все наполнено водой. Так же Даташем покроет всю землю. Все будут понимать, что есть Ашем. Причем сверху мы видим море гладкое. Северо-море оно гладкое. То есть, в конце концов, все придут к общему знаменателю по знанию Ашема. Каждое свое место. Ну, в общем, будет общее знание Ашема. И после этого, что у нас есть знание Ашема, мы первым делом срочно, срочно, срочно просим прощения. Мы хотим раскаяться, потому что мы понимаем, что то, что было до этого, было не совсем правильно. Поэтому это бараха о чуве, чува. Раскаяние. Тут переводится в ссидуре. Раскаяние. Не очень лоб, это люблю, но тут написано. Раскаяние. Чува. Давайте посмотрим на слова этой барахи, и тогда поймем, о чем идет речь. И так написано в барахе Ашивейну овину тесурасейху. В каравейну малькену лавдасейха. В ахзирейну в чувашем лефанеха брухата ассем харуце битчува. Вот такая бараха. Теперь мы будем это разбирать. Первая строчка. Ашивейну овину ле тора тыха. Ашивейну это значит верни нас. По-простому. Ля ашива это возвращать. Верни нас. Авину, отец наш, ле тора тыха. К торе твоей. Это слово Ашивейну, оно часто-часто встречается и в Шмунайсре, и в других местах в торе, и в молитве. Вот вспомните, каждый раз, когда заносит софер Тора в Аронакодыш, например, в Шаббат, перед Мусафом, читает Тору, потом заносит Тору в Аронакодыш, и потом переходит к Адишу Мусаф. То же самое Минха. Выносит Тору, читает. В Шаббат Минха читает Тору, потом ее возвращают в Аронакодыш. И в это время говорят псуким. И один из псуким это Ашивейну Ашем Элехава Нашува Хадэ Шемейну Кекедам. Это псук он взят из Мигелад Иха, последний псук Мигелад Иха. Он так и звучит. Ашивейну Ашем Элехава Нашува Хадэ Шемейну Кекедам. Это встречается в Тикун Хацо, это встречается часто в Слихоте, это псук. Очень сильный псук. Ашивейна Ашем Элеха, верни нас Ашем к Тебе, на шуба, и мы к Тебе вернемся. Хадэ Шемейну Кекедам, Хадэ Шемейну, обнови дни наши, как было раньше. И Хазаним, Хазаним, те, кто вот кантры, когда есть там, допустим, хоральная синагога, когда есть хор, когда один Хазан очень любит этот псук, потому что он вот так распевают и ждут, пока Тору внесут в Аронакодыш, и закроют порохот, да, закроют этот Аронакодыш, пока эта церемония происходит, у Хазана есть время напевать этот псук. Ашивейну Ашем Элейха Венашува, так далее, да, и потом тянут. Хадэ Шемейну Кекедам, а не Хазан, но что-то в этом роде. Это псук, и слово-слово Ашивейну. Так, Ашивейну, это верни нас, Ашивейну. Теперь, еще это есть слово, например, в послуке Беркеа. Вот, да, Маши Ташивли Эпикорис. Да, Маши Ташивли Эпикорис. Снова, да, знай, что ты ответишь Эпикорису. Тут уже Ташив, это, опять-таки, ты вернешь, но имеется в виду ответить. То есть, ответ, он, возвращение, да, есть вопрос и ответ. Ответить, то есть, вернуть. Ле Ашив. Да, Маши Ташивли Эпикорис. Снова, глагол Ле Ашив. Инфинитив, это Ле Ашив. Ашивейну, инфинитив, Ле Ашив. Также вы знаете Ашават Авида. Ашават Авида. Вернуть потери. Кто-то что-то потерял, есть митцва. Вернуть человеку то, что он потерял. Называется Ашават Авида. Авида, это потеря, нужно вернуть человеку. Ашават Авида, Ле Ашив. Вернуть. И осталось понять, почему мы просим вернуть нас к Торе. Ашават Авида, Ле Ашив. А если я никогда не был вообще в районе Торе, и не знал, что такое Тора, и не знал, что он существует, как я прошу себя вернуть, как будто я что-то потерял, и просу себя вернуть меня к Торе. И Торе меня потеряла. Как же так? Объясняется так, что на самом деле душа наша, она была связана с Торой. И поэтому мы просим за нашу душу, чтобы она вернулась к Торе. Поэтому мы говорим, верни нас к Торе. Хотя мы, может, не помним, что мы были связаны с Торе, но на самом деле душа, да, связана с Торой. Ашавину Авину Ле Тора Тиха. Почему Авину? Отец нас. Дело в том, что Отец обязан учить сына Торе. И так как Ашем, он отец всех нас, он обязан нас учить Тору. Поэтому мы просим Авину. Ашавину Авину Ле Тора Тиха. Слово Авину, оно очень редко встречается в Шмунае, всего два раза. В этой брахе и в следующей. Слово Авину только здесь. Следующего браха будет про Слиха. Когда мы просим Слиха, мы тоже просим Слиха у Папы. Мы говорим Авину. Только в этих случаях. То есть Отец верни нас к Торе. Ты обязан вернуть нас к Торе. И поэтому говорим Авину. Раби Авраам, сын Гаона из Вильна, он так объясняет. Почему-то упоминается Авину. Он говорит, что тот, кто занимается Торой, и пытается в ней найти ответы на свои вопросы, он подобен сыну, который находится в кабинете у богатого Папы. У него есть доступ ко всем сейфам, акциям, банковским счетам отца. Отец позволяет ему распоряжаться, рыться во всех его делах, пользоваться его богатствами. Тоже самое человек, который просит Торы, он находится как будто в комнате своего отца, богатого, Акадошбуруху, и все богатство этого мира находится в его руках. Все богатство находится в Торе. Человек, который знает Торы, он самый счастливый человек на свете. Так объясняет Раби Авраам, Сингон, Вильна. Ашавину, Авину, Ле Торасейха. Вторая строчка. Ля Торасейха. Викарвейну, Малкейну, Ля Аводотеха. Викарвейну, Ля Кореп, pm Ms carve, Коров близко. Карвейну, Ля Кореп приблизь. Карвейну, приблизь нас. Карвейну, Малкейну, Царь наш. Ля Аводотеха. Авода – работа к работе твоей. Ля Аводотеха. Тут мы видим, что окончание ну, Это окончание корвейну, малькейну. Тут даже немножко выделено на слайде. Корвейну, малькейну. Видишь, что это ну, оно присоединяется как к глаголу, так и к существительному. Лекарев – глагол, а мелех – это не глагол. И там есть ну. Корвейну, малькейну. То есть это окончание личных гостиемений, не только ну. Все, любое из десяти этих окончаний личных гостиемений, оно присоединяется как к глаголам, так и к словам существительным. Корвейну, малькейну. Ля вода тэйха, а вода шильха. Это вторая строчка. Третья строчка. Вэахзирэйну бучувашлема лефанэйха вэахзирэйну. Ахзирэйну, ля ахзир. Бучувашлема. Чува, как бы, да, то, что мы говорим. Чува, ля хзурбучива. Шлема – полная лефанэйха перед тобой, дословно перед тобой. Лефанэйха. Смотрите, есть, как бы, сходство между словом ля ашив и ля ахзир. И то, и то верни. Но слово ля ашив – это слово истории, в Танаха, ля ашив. А слово ля ахзир в Танахе нет. Слово ля ахзир, оно встречается только в Талмуде. И Тиргум Ункилюс, он что-то похожее там упоминает. Он говорит слово хайзур, хайзур. Хайзур – это, как бы, круг. Он описывает, когда описывается Менура, Кавтор, там, в Весны Кавтор. Кавтор пишет, он пишет хайзур. То есть, слово ля ахзир – это не просто верни. Это, как бы, больше, как поверни. Поверни. Где мы это слово встречаем? Например, такое понятие ля ахзир аль аптахим. То есть, нищий, когда он ходит, просто милостынь, он ходит от двери к двери. Он называется ля ахзир аль аптахим. Это, как бы, кружит и переходит от двери к двери. То есть, тут нет смысла, как возвращается. Он мя ахзир аль аптахим. И получается такая разница, что ля ашив – ля ашив. Смысл слова ля ашив – это вернуть на то же самое место. Ля ашив. Вернуться на то же самое место. А ля ахзир – это, как бы, повернуться или вернуться, но не на то же самое место или не в том же виде. Это слово ля ахзор. То есть, это ля ахзор – вернуться, но уже другим человеком или в другое место. Еще несколько примеров. Допустим, мы сказали, мя азир аль аптахим, он просто просит милостынь. А когда ля ашив – авида, человек возвращает человеку именно то, что он потерял. Ашив – авида. Та самая вещь, тот сам кошелек или не кошелек. Это он возвращает. Это ля ашив. Обычно, когда мы увидим, что речь идет о кодош бараху, то упоминать слово ля ашив. Это увидим часто. Потому что о кодош бараху, он не меняется. Поэтому используется глагол ля ашив. А когда идет речь, допустим, о нас или о шхине, амахазир шхинато лицион мы говорим. Амахазир шхинато лицион. Шхина – она хозерет. Она возвращается к нам, но уже не в том виде. Почему? Потому что шхина – она зависит от нас. Шхина – это наше восприятие ашема. Ашема не меняется сам. Но как мы воспринимаем его присутствие, это да, меняется. Мы уже не те, кем мы были, когда был храм. К сожалению, мы опустились, спустились. Уже не тот уровень. Поэтому амахазир шхина вернется. Но мы ее уже будем по-другому видеть, по-другому воспринимать. Как объясняется, что во время второго храма уже было не до связи, как во время первого храма. Кроме всего прочего, слово ля ашив, ля ахзир – это на самом деле тоже самое биньян. Это биньян называется ифиль, да, ля ахзир, как ля аглик – ифиль. И то же ля ашив, это тоже биньян ифиль. Но тут есть одно «но», что как будто одна буква куда-то пропала. Видите, ля ахзир, четко видно три корневые буквы. Хэт, Зайн, Рэш, ля ахзир. А вот слово ля ашив, как будто буквы не хватает. Что можно тут сказать? Либо на самом деле тут всего две корневые буквы. Либо это слово, оно как то, что называется, из гизрат айн вав и корень шин вав. Бет и вав просто не видно. Знаем такие слова в биньяне пааль, ля гур, ля тус и так далее. Есть много этих слов, где это ифиль, но не видно трех букв. Например, ля азиз – двигать, ля арим – поднимать, ля аким – и так далее. Не будем глубоко вдаваться в эту тему. Итак, у нас есть три строчки. Эти три строчки – это три стадии, которые идут последовательно одна за другой. Три стадии возвращения к Ашему, к Торе. Давайте разберем. Первым делом человек, который пытается добиться каких-то положительных изменений в жизни, учиться, улучшиться, усовершенствоваться, он должен первым делом обратиться к Торе. Поэтому первая строчка – это первый шаг. Почему? Потому что если Тору не знаешь, то как ты вообще будешь знать, что, куда, зачем, откуда, как, почему, что такое хорошо, что такое плохо. Корошка сын пришла к отцу и спросила, что такое хорошо. Ответы на вопросы этические, что такое хорошо и плохо, находятся в Торе. Поэтому первое дело – учить Тору. После этого, как ты уже увлекся Торой, тогда требуется вторая стадия – то есть просто увлечение Торой как хобби. Это мало может помочь. Нужно Тору превратить как Авуда. Что такое Авуда? Это основная основа деятельности. Когда человек построит Тору в голове приоритетов, тогда он на самом деле начнет по ней жить. И тогда можно уже говорить про Чувашлема. Ахзирейнебудчевашлема лефаныха. Чувашлема. Интересно, что мы говорим «верни нас». Ахзирейнебудчевашлема. О чем мы просим? Мы просим о полнейшем, Чувашлема полнейшее. Почему сразу такая резкая просьба? Чувашлема. Дело в том, что объясняется, что первые шаги, первое желание вернуться в Чувашлема – это должно исходить из нас. Дело в том, что Ашем никого никогда не принуждает делать Чуву. У человека есть свобода выбора. Поэтому первым делом человек должен сам захотеть, как Зору, Чувашлема, делать первые какие-то инициативы, проявить. А потом уже можно попросить о Чува-шлема. Я говорю, Чуву. На что это похоже? Это похоже на то, что человек, допустим, идет по дороге домой. Идет по дороге. И он сбивается с дороги. Сбился с дороги. Обычная ситуация. Человек пытается быстрее вернуться на дорогу, найти путь обратный домой. В доме у него все удобства. Теплая вода, теплая еда. Он хочет вернуться домой. Это обычная ситуация. Но может человек, что он отошел в сторону, сошел с дороги, и домой как бы не торопит. Он заблудился. И он облудает. Ходит туда-сюда. Домой не торопится. Ему важная дорога. Правильная дорога ему совершенно неинтересна. Ему хорошо в лесу. Или в пустыне. Он такой решил одичать. Само собой, до кома человеку не будет помогать. Он же не хочет вернуться домой. Он хочет одичать. Он ходит по пустыне, по лесу. Ему хорошо. Тут ему не требуется никакая помощь. Только человек, который хочет найти дорогу правильную, вернуться домой, тогда есть шанс, что ему кто-то поможет. То же самое в нашей ситуации. Когда человек хочет для зоробочева, ему будет сято дышмая. Помощь сверху. А если нет, то не хочешь, то не хочешь. Как хочешь. Есть свобода выбора. Вообще, тема дома. К сожалению, в наше время все больше и больше отдаляемся от понятия дома. Все больше и больше кушаем вне дома. Гостей приглашаем вне дома. На песах норове куда-нибудь уехать из дома. И так далее. Хотя дом, по Туре, это очень ключевое понятие. Как может быть евреи без дома. Все основано на доме. Окей. Вернемся снова. Значит, три стадии. Объясняют еще такие три стадии. Чувы. Это махшава, дебур, массы. Мысль. Сначала человек думает, потом человек говорит, потом человек делает. Это три стадии. Махшава, дебур, массы. Поэтому у нас есть три стадии. И дальше мы говорим, четвертая строчка, это уже окончание брахи. Это называется хатима. Давайте посмотрим на четвертую строчку. Хатима. Ляхтом. Чем это заканчивается? Баруха таашем. Ару-цэ битчува. Ару-цэ битчува. Баруха таашем, который хочет, чувы. Говорит Тарава Утнер, что это необычное заключение брахи. Это необычно. Обычно в конце брахи мы говорим какое-то действие. Хонен адаат. Прошлая браха. Баруха таашем хонен адаат. Настоящее время действие. Ты даруешь дат. Или там руфе холим. Ты излечаешь больных. Или меварех ашаним. Ты благословишь года. Какое-то действие, то, что делает Ашем. О чем мы говорили в брахе, то же самое здесь. А тут вдруг мы говорим о ротце битчува. Хочешь. Откуда появилось слово хочешь? Должно было быть написано, например, Баруха таашем амахзир битчува. Мы же просим хазра битчува. Так надо хатима баруха таашем амахзир битчува. Почему написано а ротце битчува? Надо сказать, что Ашем, вообще, чего он хочет Ашем? У него все есть, правильно? Чего он хочет от нас? Он хочет, в основном, чтобы мы хазан битчува. Это то, что он хочет. Ашем хочет наше возвращение. То есть он не хочет, чтобы человек погряз в грехах и ушел бы из этого мира, чтобы сильно не грешить. Человек, который сильно грешит, ему в этом мире он не нужен. Ему нужно лучше убрать, чтобы ему не было сильный геном. А Ашем этого не хочет. Ашем хочет, чтобы наоборот, чтобы человек и продолжил жить в этом мире, делать правильные вещи. И Ашем Хайм Луцад, он объясняет, как это работает. Эта вот арация будет чува, как это работает. Как можно сделать чуву? Вот это человек напортачил, что-то сотворил. Как можно это исправить? Всятый шарим, четвертая глава, объясняется так, как работает чува. Действие, оно как бы не стирается. Действие уже было сделано. Но что? Можно стереть желание. Каждому действию было желание. Махшава. Дибурмаса. Сначала было Махшава. Так человек может стереть Махшава. То, что он думал и сделал, та самая мысль, которая предшествовала действию, ее человек может стереть, передумать. Ой, изралка все это сделал. И полностью раскается. И приятно себе больше этого не делать. И тогда человек уже не хотел этого делать. Он сейчас уже не хочет этого делать. Желание, которое было до этого, оно как бы стирается. Оно уже не является желанием. И Ашем делает такой фокус-фокус, такое чудо, как бы. Он присоединяет действие к желанию. То есть, так как человек уже искоренил себя это желание неправильное, так же и действие уходит вместе с желанием. Так работает чува. Насколько можем понять. Давайте повторим всю браху, чтобы ее запомнить. Сказали это и почувствовали, что мы на самом деле хотим сделать чуву. И как бы сказали, после этой брахи человек как будто рождается заново, потому что после этой брахи происходит чува. Это не просто браха. Это время сделать чуву. Интересно, что вот эта браха она одинаковая во всех седурах. Возьмите любой седур, ашкенатский, сефарадский, восточный, западный, северный, южный, любой, тайманский, грузинский, неважно что. Везде будет эта браха без изменения. Другие браха-то не отличаются. Есть изменения, мы говорили Хохмабинавадад или Аскель. Есть много-много изменений между Нуссах, например, Ашкенат и Дотомизрах. Много изменений. Эта браха, она везде одинаковая. Интересно, почему так? Может быть, это потому, что Тора, она тоже у всех одинаковая. Эта браха, она о Торе. Мы просим вернуться к Торе. И Тора, она во всем мире, во все времена, она везде-везде одинаковая. Трудно в это поверить. Сказать вам, говорю, что на протяжении тысячи лет во всем мире не было никакой ошибки, никаких изменений. Единственное, что в свитках йеменских есть пять букв, которые отличаются от других свитков, только вот в йеменских свитках. Но причем даже эти пять букв, они не меняют смысл сказанного. Но кроме этого, Тора во всем мире, она одинаковая, она не меняется. Итак, мы закончили еще одну браху. И теперь мы понимаем, что есть такая реальность, как разорба чува. Да, как бы вернуться, и как будто плохого не было, и снова есть шанс вернуться к Торе. Это такой подарок, подарок от Ашема. Подарок от Ашема. Этот подарок, он выходит за рамки обычного выхода вещей. Трудно понять, как это работает. Так давайте же будем пользоваться этим подарком. И будем чувствовать обновление каждый раз после этой брахи. Спасибо. Всех благ. Всего хорошего.